В настоящее время существует множество различных устройств для курения. Обычные сигареты, электронные, вейпы, кальяны. И многие считают, что они менее вредные, а также помогают бросить курить. Но так ли это? Давайте разбираться. Немного истории. Первый прототип электронного испарителя был создан аж в 1930 году, а изобретателем современного вейпа считается китайский фармацепт Хон Линк. Его отец очень долго курил и, к сожалению, умер от рака легкого. И тогда Хон Линку пришла идея создать менее вредное устройство для курения. И с этого момента данная индустрия стала развиваться бешеными темпами, и сейчас мы находимся на пике ее так называемого успеха. Но действительно ли они так безвредны? Конечно же нет. Проведено уже множество исследований о том, что вред от электронных сигарет абсолютно сопоставим с курением обычных сигарет, просто за счет разных компонентов. Самое загадочное и непонятное – это состав жидкости для вейпа. Производство этих жидкостей нерегламентировано и бесконтрольно. И что на самом деле туда входит, знает только производитель. Жидкость для вейпов имеет приятный вкус, запах, какой только вы пожелаете. Вейпинге образуется густой, красивый пар. И электронная сигарета и вейп не заканчиваются, как обычная сигарета, а это приводит к бесконтрольному длительному курению в течение дня. И доза никотина выходит на самом деле не такая уж маленькая, как было заявлено. Вейпинг повышает риск развития таких заболеваний, как бронхит, бронхиальная астма и даже поражает саму легочную ткань. У этого заболевания есть собственное название – Эволи. Мы не знаем, к чему проведет эта эпидемия вейпинга в долгосрочной перспективе, но сейчас мы знаем одно – это небезопасно. И есть более эффективные методы – просить курить. Продолжение следует...